Внимательно слушайте, а вдруг кто-то и выберет этот путь судьей, ой, тяжелый, наверное, тоже. Ну давайте. Все, ребятки, слушайте, потому как. Потом вопросы зададут. Я вам задам несколько вопросов, потому что, как и Людмила Александровна, вы не будете выкрикивать с места, а поднимите руку, потом ответите каждое свое мнение. Сначала хочу узнать, знаете ли вы это или нет, прежде чем я расскажу свою профессию. Что такое справедливость? Это поднимать руку. Саша. Справедливость – это в полном виде честно, чтобы люди были честные и многое другое. Поэтому от справедливости зависит и доброта, и, как я уже говорила, честность. За правильные ответы я потом вас буду поощрять в конце. А по самому знанию мы говорили о городе правде, вот в нем полная справедливость, я бы сказал. А там еще много будет. Но это важно, по твоему слову, справедливость? Это важно? Очень. Без справедливости бы не было людей, чтобы были бы близкие люди. А кто еще? У кого вы думаете? Я понимаю, что он говорит. Влад, как мой брат, он ничего пока не знает, он не понимает, он думает, что это игра такая. Ну, их учебник… А справедливый учитель – это какой учитель? Учитель, учитель, учитель – это добрый. Понимаете, те, что несут вникальные ответы, он не ругает, не ставит сразу двойки, а просто говорит, нет, неправильно просто. Это, наверное, добрый учитель. А справедливый учитель, он должен какие вещи совершать? Спортный учитель – это, когда, например, поставил ключминку два, но он значит заслушать. А если он не заслуженно поставил, то это мы не скажем. Хорошо, ответим. Бывают просто такие учителя несправедливые. Ну, например, ты весь год на отлично учишься, да? Бывают такие учителя вредные, которые несправедливые, они ставят там четверки тебе, тройки ставят. Ну, не за что? То есть несправедливый учитель – это учитель, который ставит несправедливые оценки, который не заслуживает этот ученик? Да. Он знает на пять, а учитель ставит ему меньше оценки, четверку или тройку. У таких учителей нет, наверное. Так, хорошо. А тогда давайте мы так сделаем. Что такое закон? Кто может подвести? Своими словами. Ну, ты знаешь, давай. Закон – это правило, которое должны все соблюдать. Все – это кто? Ну, президент ставит закон, и весь народ это делает. То есть закон, он существует в стране, правильно? У каждой страны свои законы? Свои законы. Свои законы, да? А лажанство – это точно. В каждом мире есть свой закон. В красной книге для животных некоторые люди уничтожают природу, а это же закон. Закон запрещающий уничтожать этих животных. Потому что они записаны в красную книгу, значит, они могут все вымереть. То есть их надо исчезнуть, их надо обязательно, наоборот, популяцию увеличить. Да-да, что такое закон? Ну, вот у казахов свои законы. Просто русские иногда не понимают наших законов. Ну, например, мы… Это уже традиция. Это традиция, да. Ну, они тоже идут издревле. Это тоже был определенный закон, определенная традиция. Да. То есть определенный порядок. Вот правильно Глеб сказал. А законы, кто их пишет, а кто их должен соблюдать, и кто контролирует этот вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. Это президент, которые законы делают. Подпишивай. Это чтобы люди соблюдали это правило соблюдать. Правильно. А какой орган или какие люди, как называется эта профессия, которые смотрят и контролируют, чтобы люди, граждане, не нарушали эти законы? Милиционеры. Сейчас это полицейские. А еще какие органы есть? Давай. Скажи, что ты считаешь? Говорит. 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 А еще какие органы. Говорит. Прокуратура и суд. Прокуратура и суд. Молодец. ГАИ. ГАИ – это тоже они относятся к полицейским, да? То есть получается, ребята, смотрите, у нас делятся на три кита. Да? Есть государство, это наша страна, Казахстан, как сказал Глеб, в которых президент подписывает… Я Данил. Я Данил. Который президент подписывает законы. То есть эти законы, они у нас где-то существуют на бумаге, их можно подойти и прочитать, если ты грамотный. Вы все грамотные, их можно прочитать. И в них написано, что делать можно, а что делать нельзя. И если это можно, как это делать правильно? Есть граждане, которые должны эти законы соблюдать, а есть органы. Второе наказание, которое может суд назначить – штраф. Это денежное взыскание. У вас штрафов нет, у вас плохие оценки, да? Вы получаете двойку, тройку. Эта двойка, тройка у вас на что влияет? На конечную оценку в конце четверти. Вы хотите пятерку, а чтобы это стало по русскому языку. А Людмила Александровна заслуженно поставила вам тройку. Что нужно эту тройку сделать? Отрабатывать. Нужно получить пять, чтобы эту тройку закрыть. И получилась хорошая оценка в конце четверти. Правильно? Вот так и здесь. Суд назначает штраф. Это денежное выражение. Может быть, 10 тысяч тенге, может быть, 15. Бывают очень большие штрафы. В размере целой зарплаты за месяц. Этот мужчина оплачивает этот штраф через суд. Как вы думаете, после этого этот человек, эта женщина, эта мужчина, он называется правонарушительным. Он захочет пить пиво на улице в возобъезда? Или бросать семечки? Нет, ну что, он не может предупредить в первый раз, значит, он больше не будет предупредить. Да, если он нормальный, хороший человек, он поймет, что он будет прав в этой ситуации. Вот и в вашей педагогии, вы же говорите, справедливые, которые посадят ту оценку, которую человек заслужил ребенку. То же самое и в суд, это тот орган, та организация, которая определяет. Так получилось, человек не специально это сделал, или специально в первый раз, на второй раз, в третий раз. Вот вы, наверное, смотрите очень много фильмов, да? Даже детские сиялы, да? И часто дети сами рассказывают, «Я пойду, я обращусь в суд, я подам на тебя жалобу». Как вы думаете, что означают эти слова? Давайте, кто не отвечал еще? Те, которые, мама и папа работают в прокуратуре, я спрашиваю не буду, вы знаете, поэтому вы внутри. Пусть еще, пусть они говорят. Айгей, что значит «я подам на тебя в суд?» Вы даже играете, говорите. «Я подам на тебя в суд, я не буду с тобой разговаривать». Что значит «я подам на тебя в суд?» Что значит «я подам на тебя в суд?» Айгей, а как ты думаешь? Он рассказывает в полиции, а полиция… Что произошло, да? Напишет жалобу, да? Да, потом у него пишет. А почему говорят именно «я пойду не в полицию, я пойду в суд?» Что суд может сделать? Ну что, ну суд и суд занесы. Ну давай. Давай, давай. Суд будет судить человека, и тогда он только решит, садится ему в тюрьму или не садится, на сколько лет. Может вообще отпустят его просто. Накажут его или нет, да? Мамя, что ты потом делаешь? Суд от того человека, который он совершил, если плохое дело, в первый раз его могут простить, а во второй раз или штраф, или в тюрьму может отравить. А что такое плохое, да? Саша, пожалуйста. А там же суд. Суд очень много значит для вообще всего человечества, по-моему, потому что он защищает от преступников. Нету суда в том или ином городе, в нем преступление на 100% получено. Из-за этого очень много домов уже в них, вместо простых людей, преступники лазят, все такое. И если уже подведем суд, то все эти преступники, если они совершили очень тяжелое преступление, то сразу в тюрьму. А если такое, среднее, то наказание большой штраф. А маленькое уже могут, первое, отпустить, второе, взять небольшой штраф. Саша, мне кажется, это не место во втором классе. Он все правильно говорит. Все правильно говорит. Но я хотела бы вам рассказать немножко про нашу работу. Прежде чем стать судьей, если кто-то захочет стать судьей, это со стороны каждого. Нет, подождите. Нужно закончить хорошо школу, потому что в суде детей, у кого... ...тройки не берут, только у кого четверки, пятерки. После этого нужно выбрать юридический университет. Юридический – это юриспруденция. Это та наука, которая изучает право, законы. То есть нужно закончить этот университет. Вот я, например, отучилась 5 лет в Алмате, в Казахском юридическом университете. Тоже надо закончить очень хорошо. После этого я не могу сразу стать судьей. Никто меня не сделает судьей, потому что судьей подписывает президент. Это единственная профессия у нас в Казахстане и в других государствах. Указ, на который подписывает президент Назарбаев, этот указ приходит к нам с его подписью. Никто ни подписи, которую бы подписывал президент, нету. После того, как я закончила университет, я пришла работать в прокуратуру. Я пришла молодым специалистом, работала в прокуратуре, в разных отделах. Органы прокуратуры, они тоже очень тесно связаны с судом. Прокуратура тоже проводит проверки в разных органах, в школах проводят проверки, в детских садах. И они проверяют, опять-таки, те же правила, они посадили того же преступника, они смотрят документы, законность. Они орган, который смотрит, чтобы был правильно применен закон, про который говорил нам Данил. Понятно, да? Президент подписывает закон, органы прокуратуры смотрят, чтобы этот закон был правильно применен. После того, как я поработала в прокуратуре, я сдала специальный экзамен, называется квалификационный экзамен. Это экзамен, в котором 4 или 5 разных отраслей права. Их нужно все сдать. Я ездила в Астану, сдала этот экзамен, причем не с первого раза, а со второго, потому что в первый раз мне попался вопрос, который я плохо подготовила. Это о чем говорит? Что на любом экзамене, будь ты сдаешь на судью, или в школе у вас будет экзамен, нужно готовить каждый вопрос, потому что есть вероятность того, что попадет именно тот билет, который ты не знаешь. Понятно, да? То есть не надо никого обманывать. Ана, подожди. После этого я проходила здесь стажировку в суде. Я ходила как помощник в суде. Я помогала, ходила на процессы. Процессы бывают разные. Есть суды, которые рассматриваешь, уголовные дела, про которые вставал Саша. Нет? Нет, обманывают. Мошенничество. Да. Вот правильно, да. Когда дети маленькие гуляют, и они тоже крадуют. Да, крадут детей. Похищение человека нужно. Макс всегда говорит, когда я в школу иду, а я, но я рядом. Макс всегда говорит, чужим человеком не могу разговаривать. Их машина. Правильно. Они всегда врут, потом говорят, потом другую место забирают. Покажу кошечку или конфетку. Или шовачку покажу. Да, да, да. Правильно. И что, там не веточки застряются. Сейчас им рад еще не говорят. Ну, есть такие некоторые люди, ну, что человек любит делать, и один, ну, такой человеку так, как бы, да, хочет ему что-то дать, а если он подойдет, его украдут. Нет, ну, это опять же. Послушайте. Мафия, да, это называется организованная преступная группа. Правильно. Диана. Диана, скажи. Красный пол. Красный пол. Да, это могут быть любые предметы. Правильно сказали. Да нет. Ну, раз, у меня бомб вообще сегодня не было. Теренализм. Правильно. Теренализм. Это очень много, молодец, молодец. Я еще даже не видел, сколько преступлений вы знаете. Я сейчас видела, я ездила, красный датчик с бабушкой. Я гуляла одна с моей подругой. Мы увидели вместе одного мужчину. Он заманивал одного маленького ребенка. Ему где-то было 5-6 лет. Он сказал ему, иди сюда, я тебе дал конфетку. Ребенок за ним пошел, он оглянулся и поймал его. Хорошо, что мы успели спрятаться. А потом что произошло? Вы сообщили полную полицию? Вот, молодец, правильно. Ольга, враги несправедливости Фемиды, вот она над всеми над судьями главная. Мы как бы должны быть такими, как Фемиды. Почему глаза закрыты? Давай, я расскажу. Вот поступил подсериал, поступил этот человек. Мы, конечно, не закрываем глаза, мы должны смотреть. Но фактически мы не должны смотреть на него. Он может быть ранее судимым, он может раньше совершать, ошибаться. Люди всегда имеют свойство ошибаться. Мы должны прощать этих людей. Но глаза закрываются для того, чтобы мы смотрели только документы. Мы смотрели только, как это слово называется, Саша, наверное, на букву Д. Судья смотрит на что? В документах? Нет. В документах что написано на букву Д, Донара? Ты мне всегда говоришь, мама, предоставь мне документы. Документы? Нет. Доказательства. Потому что судья должен смотреть доказательства. Доказательства в документах бывают. Бывают вещественные доказательства. Пистолет, оружие. То, что человек украл, и у него дома нашли. Правильно? Поэтому судья не должен смотреть, как человек выглядит, сколько он зарабатывает, сколько ему лет, как он живет, пьет ли он водку, пиво или нет, хорошо ли он живет со своей семьей. Для судей это не важно. Для судей важны доказательства, которые предоставляют органы полиции. Понятно, да? Поэтому Фемида, богиня справедливости, с закрытыми глазами. А в одной руке весы, и она все время взвешивает. Когда судья рассматривает дело, вот я, например, дело рассмотрела, и я говорю всем участникам процесса, вы можете как-нибудь, постарше будете, придете на процесс, я могу сказать, судья удаляется в совещательную комнату. В совещательную комнату, там, где судья закрывает дверь, и остается один с этим делом, и со своей головой, со своими мыслями. Почему? Потому что его сердце должно подсказать, его знания и доказательства, виноват этот человек или нет. Потому что он сидит, этот подсудимый, и говорит, я не виноват, я не совершал это преступление. Но доказательства говорят другое. Поэтому судья должен только своим сердцем, своими знаниями почувствовать и узнать, он это совершал или нет. Поэтому в одной руке у него весы, а весы они что делают? Они взвешивают все время, да? И судья все время в голове вешает, виноват или не виноват. Или как Людмила Санна, четверка или пятерка, все время идет выбор. Вот это весы. А в другой руке меч, потому что судья должен наказывать. Меч, это означает, да, меч означает наказание. Правильно сказали Саша, и Бурхит, и другие ребята. Данилу-то уже правильно сказали. Первый раз можно человека предупредить, отпустить. Второй раз штраф назначить, а в третий раз он не понимает, можно уже посадить в тюрьму. Но посадить в тюрьму – это самая крайняя мера. Понятно, да? Поэтому, я хотела бы сказать, у нас уже время немножко поджимает. Сейчас хотела бы задать вопрос. Эта работа вы считаете интересной или сложной? Что больше, интересно или сложно? Сложная, сложная. А в чем сложность, как вы думаете? Вы же сейчас должны выбирать профессию? Почему сложная? Давай, Данилу. Потому что судья должна выбрать, между его садить в тюрьму или отпускать на свободу, как его наказать. Наказать или нет. Бурхит, что вы думаете? Я хотела сказать, ну, иногда, например, ну, типа, его, ну, судья, у него есть друг, и он, типа, сделал... Ближе к жизни, да? Да, да, хороший пример. Да. Преступление. И вот... Как наказать друга? Беспристрастность. Как быть? Он сделал правильно, он сделал... А он друг его, да? Да. Он сделал преступление или нет? Правильно, молодец. Правильно. И такой бывает выбор. У нас город маленький, и часто бывают преступления совершать наши знакомые, соседи, родственники. Ну, бывает. Вот, когда вот это... В декабре, воскресенье, там у нас, после нашего подъезда, где мы живем, там я вот это услышала какие-то крики, там бандит был, потом он пьяный там был. Он, когда там... Женщина ходила домой, у нее самая поздная работа, в глубокой ночи. Она пошла там, он видел, бандит ходил, ячу, с ума что-ли. А мама говорила, мама говорила, да, наверное, у него нож есть, что это... А папа пошел, они позвонили, вот это... Наш с Ильей сперва позвонили, потом пошел с ними поговорить. А потом он понял, и потом ушел. А эта женщина не знает, куда он ушел. А можно я один вопрос вот задам детям, вот насчет вот этого вот мужчины неизвестного, допустим, да, если к вам подошел, и не только конфетка, а, например, такой вот случай, эти преступники, они очень хитрые, и вот, например, они говорят, там за углом ваша мама, и она упала, и вас ждет там, и зовет вас. Да, поехали, я вас туда движу, и она там зовет вас. Вот что вы... Как из такой ситуации вы были? Ситуации тоже раз завоюсь в школе. Да, да. А у меня прямо случай был. Девочка училась у меня в классе, ее ставили одну дома, и бандиты хотели пройти, проникнуть в квартиру, и они ей говорят, открывай дверь, смотри, она уже, мама, из лифта уходит. и она открыла. Ну, девочка осталась жива, но они все взяли, что нужно, зачем шли. Вот это вот, о чем говорили. Вот у нас с Сашей есть специальное для этого, мы с ним разработали, вот, может, он расскажет, если такое вдруг, потому что мы раньше жили в Таразе, а это очень такой город, там даже по закону только на три месяца дают на ребенка доверенность. Везде на год можно брать, у нас вот на год, а в Таразе на три месяца только, не больше, вот из-за того, что преступный год. Да, да, у нас преступник выходит, говорит, что мама говорила, и нужно сделать вот что, надо спросить пароль, у нас свой пароль, у них свой пароль. Мы с мамой, скажем, мы с мамой договорились о пароле. Преступник, например, говорит там, например, зайчик или что-то типа того, а это неправильно, и получается, ну, не свой. Ты, Саша, на улице, вот, Людмила Санна правильно сказала, вот, мама там твоя упала, вот ты там, что-то случилось, поехали быстрее, она сказала тебя со школы забрать, поехали, садись в машину, поехали, поехали, Саша. Какой ты даже совет, дети? Никакой случай не садиться. Мама взрослый человек, она о себе позаботится. Если что-то, не дай бог, с мамой случилось, все равно вы об этом узнаете, помочь ей ничем не сможет в данной ситуации. В машину никогда никому не садитесь. Сейчас очень много случаев, когда детей просто забирают, и дети уезжают, и непонятно, вообще, где не находятся, ну, не дай бог. Никогда никому не садитесь. Дети, давайте сделаем так, мы сейчас будем закругляться, потом уже время закругляемся. Я хотела всех поблагодарить, всех позачиваю, все молодцы, хорошо сегодня поработали. Это одна из существующих профессий, профессий на самом деле очень много, но если вы эту профессию, эту или другую профессию, выберете уже сейчас, с самого начала, вам будет легче в жизни, вы уже знаете, на какие предметы больше обращать внимание. Но в любой профессии нужна и математика, потому что нужно все время считать, все время знать, чтобы вас никто не обманул. Нужен русский язык, грамматика, потому что это правильное написание. Судьей вы не сможете работать, если вы неграмотно пишете. Все будут смеяться над этими документами, правильно? Грамотно нужно говорить, нужно не бояться выступать на телевидении, вот часто, например, меня показывают по телевизору, в газете выступают, да, да, часто говорят, мама, я не хочу, чтобы ты работал в судею, потому что судья приходит поздно домой, она уставшая, они всегда делают с ней уроки. Но это не главное. Самое главное, что судья, настоящий судья, он помогает людям. Очень часто мы слышим просто спасибо от потерпевших, от самих подсудимых, когда мы разбираемся в справедливости. Потому что справедливость в нашей жизни, как Саша сказал правильно, это самое главное. Когда есть справедливость, есть правильное отношение, есть правильное государство, мы процветаем, наш Казахстан процветает. Понятно. Вы все хорошо поработали, поэтому я вам решила купить на переменке покушать и всем по две конфеты. Донара и я на раздайте конфеты. Вот так. Идите, пустите. Это я. Можно одну сказку такую рассказать? Одного? Одно? 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 Мне очень... Ну давай. Однажды одному человеку приснился тот, в котором голос... А вот, вы не придумываете. В котором голос сказал ему, «Говори, что тебе больше всего нужно?» Дорога жрите, а то первое, то есть народ и то другого. А он сказал, что ему больше всего нужно в своей жизни передать, и чтобы он стал наилучшим людям. И так такое желание сбилось. И тогда, когда один раз с ним пришли две женщины, одна женщина сказала, Слово. Продолжение следует...